Главное это привести в свой ум холодное состояние, сконцентрироваться на каких-то элементах, на словах тренера и работать над своими ошибками, стараться быть лучше. Быть лучше и лучше. И подчас, вопреки обстоятельствам, 17-летнюю мотогонщицу Марину Погожеву научил спорт. Трудно поверить, но впервые на мотоцикл под чутким присмотром папы спортсмена она села в 14 и очень быстрыми темпами въехала в чемпионатный режим. Но тут случилась серьезнейшая травма. На тренировке перепутала трамплин и совершилось вот такое неприятное происшествие. Был большой перелом, раздроблена нога, руки, таз. Я люблю этот спорт. У меня в Ульяновске много друзей, любимые тренера. Я без этого не могу жить. Три круга разминаемся, смотрим, где какой грунт, что разбито, может быть, там что-то было. Какие-то промоины есть. Поэтому аккуратно. В августе этого года Марина стала второй на Кубке страны по мотокроссу. Выполнила норматив мастера спорта и вошла в сборную России. Уже в конце октября отправится на сборы, а параллельно интенсивно учится в Тольяттинском техникуме. На выходе будет юристом и планирует трудоустроиться в полицию. Но если вдруг встанет выбор между карьерой и спортом? Ну, если надо, я могу и уволиться с работы. Согласно федеральным стандартам, мотокроссом можно заниматься, начиная с 9-летнего возраста. Но есть прецеденты. Такой вот яркий и заводной пятилетний Руслан Хузеев тренируется уже на протяжении полутора лет. Это же работа с техникой. Он повзрослел. Он же не на 5 лет выглядит. То есть он повзрослел вот с этой техникой прямо. Велосипед даже может, там цепь слетела, он может сам ее поставить. И надо на полном газу всех обгонять и ездить. Приезжать первым. Приезжать первым или вторым. Посмотрите на тренера, на Алексея Ерохина. Я вот тоже за ним наблюдаю и понимаю, насколько мотокросс это погружение. Это особый стиль жизни. Ведь спортсмены, они здесь, в этой лесополосе, на Майской горе ежедневно. Они тренируются и общаются. И просто обмениваются новостями. И готовятся, кстати, к чемпионатам. И наши ребята, они сейчас выступают и достигают реальных результатов. Два высоких достижения сезона. Успех Погожевой на Кубке страны. И еще один, по сути, триумф. Шелковый путь. Это как бы замен Дакару. И наш представитель тоже принимал участие на этих соревнованиях. И занял третье место. Выполнил норматив мастер спорта международного класса. На данный момент мы все документы отправили в Москву. Ждем присвоения. Спортивные свершения подкрепляются культурной составляющей. В памяти легендарного мотогонщика Льва Ерохина, которому 15 октября могло бы исполниться 85, посвящается выставка под названием «Легенда ульяновского мотоспорта». Открытие завтра в 14 часов в павильоне «Гараж СССР», что на улице Ленина, 70. Вход свободный. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73.